Ола Амигас, на связи Матвей. Сегодня в этом видео я хочу с вами поговорить на одну очень интересную и при этом достаточно опасную тему для игроков Fortnite, а именно читы. Уверен, что некоторые из вас сталкивались, ну или по крайней мере многие слышали об этом явлении, ведь Fortnite по сути является такой же онлайн игрой с читерами, как SGO, PUBG и другие шутеры. Если с ПК-версии Fortnite с читами уже все давно стало ясно, то что касаемо мобильной версии этой игры на обычном телефоне. На данный момент в мобильную версию нашей игры можно поиграть только на Android-устройствах, так как на iOS эта игра все еще заблокирована, а насколько мы знаем, то Android является открытой операционной системой, где с интернета на этот телефон можно установить просто любое приложение в виде ПК-файла. Многие игроки в Fortnite на Android для того, чтобы поднять FPS в своей игре на своем устройстве качают специальные измененные АПК-файлы Fortnite на 60 FPS. Вроде как эти АПК-файлы не являются оригинальным Fortnite, но при этом с них можно спокойно заходить на сервера игры и спокойно играть с изменениями, которые были внесены сторонними разработчиками. Допустим, в виде изменения количества FPS. Честно говоря, эти АПК-файлы Fortnite на 60 FPS уже по праву можно считать читами, так как являются сторонними изменениями в самой игре. Но несмотря на это, практически все мои подписчики на данный момент спокойно пользуются этим способом и играют в Fortnite на своих андроидах в 60 FPS. И тут у меня возникает вопрос, а что будет, если в этих АПК-файлах Fortnite изменить, допустим, не количество FPS, а, например, свой АИМ, чтобы ты всегда смог давать хедшоты? Или сделать так, чтобы весь лут игроков на карте было видно насквозь? Именно об этом пойдет речь в сегодняшнем ролике. Я вам расскажу, можно ли в 2021 году установить читы в Fortnite на свое обычное андроид-устройство, и если можно, то каким образом это делается? Скажу сразу, что это видео несет в себе исключительно информативные цели для того, чтобы ознакомить игроков с таким явлением, как читы в Fortnite. И лично я презираю сторонние нелегальные способы улучшения своей игры в Fortnite, потому что это просто является нечестно по отношению к другим игрокам. Поэтому, дорогие сотрудники Epic Games, пожалуйста, не лишайте меня сотрудничества с вами, ну а мы давайте наконец-таки приступим к сегодняшней теме. Начнем, пожалуй, с самой системы скачивания АПК-файлов с интернета на андроид-устройство. По сути, сама оригинальная игра Fortnite, если ее скачивать с официального сайта Epic Games, тоже является АПК-файлом, так как эта игра качается с интернета, а не с плей-маркета. Но попасть на открытый сервер к другим игрокам в Fortnite можно только установив и запустив одну эту единственную АПК-версию Fortnite, которая находится на официальном сайте Epic Games. Но если система Epic Games заметит хоть малейшие изменения в этом АПК-файле, то вы также сможете зайти в Fortnite, посмотреть ежедневный магазин, свой шкафчик, но при попытке зайти в сам матч, вас начнут кикать, показывая вот такую вот надпись. Тут, по сути, можно сказать, что все, как же люди устанавливают 60 FPS, и, по сути, читы в Fortnite на андроид скачать нельзя. Но люди бы не играли сейчас на андроидах в Fortnite 60 FPS, если бы это было невозможно. Ведь на самом деле эту проверку системы Epic Games можно легко обойти, и сейчас я вам расскажу как. Этот способ работает по типу зеркалки в Даркнете, то есть сначала вы попадаете по типу на обычный сайт, но потом через него вас перекидывает на совершенно другой сайт. При этом вашего пути в самой сети будет не видно. То же самое, когда вы устанавливаете АПК на 60 FPS в Fortnite Mobile. Вы будете обязаны скачать два АПК-файла. Один АПК-файл будет как бы оригинальный в Fortnite, то есть ничего плохого, а второй файл как раз-таки и будет с изменениями на FPS. И только поместив эти оба файла в одну папку под названием EpicGames.com, я не помню, как она точно называется. В общем, если их поместить в одну папку, то по итогу вы сможете запустить Fortnite, зайти в матч, и при этом изменения, которые были написаны в АПК, будут в самой игре. И на данный момент именно по такому способу и работает единственный способ установить 60 FPS в Fortnite на свой Android. Но опять же, давайте вернемся к изначальному вопросу. Можно ли провернуть такую же аферу, но только сделать изменения не в количестве FPS, а в, допустим, в вашем АИМе? Хммм, интересно, а какой ответ вы сейчас ожидаете от меня услышать? Ладно, не буду тянуть, ведь ответ является «Да». Читы в Fortnite на Android установить вполне реально. По такой же схеме, как и по установке 60 FPS в Fortnite Mobile, можно установить и АИМ-бот, и пометка всех вещей на карте, и пометка всех игроков на карте. В общем, что там только можно не установить. Возникает вопрос, где же найти эти файлы? Здесь есть два варианта. Первый вариант, если вы достаточно хорошо владеете программированием, то вы можете спокойно сами изменить эти АПК-файлы. Ну и второй способ, просто найти эти АПК-файлы с читами на Fortnite на каком-нибудь тенемом форуме в Даркнете, ну или в специальном Телеграм-чате со взломанными играми. Сейчас вы, наверное, ожидаете, что ссылочку на эти АПК-файлы взломанного в Fortnite я оставлю в описании, но нет. Если я буду распространять читерскую версию Fortnite в интернете, ну или просто показывать вам фрагменты игры в Fortnite с читами, то АПК-гейм смогут с легкостью лишить меня тега автора, а мне это вообще не нужно. Поэтому я вам объяснил, что да, это возможно, но как это сделать, я вам, к сожалению, сказать не могу. И, соответственно, никаких наводящих отсылок в этом видео вы тоже найти не сможете. Надеюсь, я смог вам объяснить принцип работы и установки читов в Fortnite на Android, и если это так, то обязательно ставьте лайк под это видео. Помните, что использовать читы в игре это крайне плохо, и этот ролик был записан исключительно в информативных целях. Также хочу обратиться лично к тебе, мой дорогой зритель, если ты впервые на моем канале, и тебе хоть немного интересна тема с Fortnite Mobile, то обязательно оформляй подписку, потому что в наши дни сообщество мобильного Fortnite постепенно умирает, и только ты своей подпиской можешь всё исправить. Не забывай поддерживать наше единственное мобильное сообщество игры в ежедневном магазине Fortnite, тега автора Motive Cars, смело води и покупай исключительно с ним. А ещё не забывай про прямую финансовую поддержку нашего сообщества через The National Learned. Ссылочка в описании, и там же расписаны все привилегии, которые вам даёт ваш донат. Вот три первых комментария, которые вы оставили под последним видео на канале. Огромное спасибо всем, кто смотрит меня одним из самых первых. Ну и по традиции, с вами как всегда был Матвей. Hasta luego.